Самая крупная птица на земле Африканский страус Бьет все рекорды среди пернатых Быстрее всех бегает У него самые длинные ноги И самые крупные яйца Но жизнь у него не сахар Суровые земли Намибии на юго-западе Африки Две пары Две разные пустыни Два выводка птенцов Главный фактор – время И дождь Самая необычная птица на планете должна выжить Жизнь необычной птицы Самая древняя пустыня в мире уже не менее 55 миллионов лет Речь идет о Намиб Здесь, у ее западных границ, сейчас разгар сезона засухи Температура достигает почти 40 градусов Из Южной Африки дуют горячие ветры И выжигают уже и без того пересохшие земли Среди дюн раздается странный звук Это самец страуса гортанным криком возвещает, что здесь его территория Гигантский доисторический кочевник охраняет свой гарем Он может спариваться со всеми этими самгами Но только если отстоит свое право Приближается более молодой соперник Бросить вызов взрослому самцу в расцвете сил – смелый шаг Страусы – самые высокие и тяжелые птицы на Земле Рост мужских особей достигает почти трех метров А вес может превышать 135 килограммов Длинные мощные ноги позволяют за один шаг преодолевать 4,5 метра Обычно у птиц четыре пальца, а у страусов всего два Но они вооружены 10-сантиметровыми когтями И могут убить взрослого самца льва с одного удара В отличие от других птиц, их уши не прикрыты перьями Страусы обладают острым слухом и прекрасным зрением У них самые большие глазные яблоки среди наземных животных Около 5 сантиметров в диаметре А третье веко, как стеклоочиститель, смывает пустынную пыль Чтобы вовремя заметить хищников и молодых соперников Необходимо хорошо видеть Агрессивно хлопая крыльями, доминантный самец отпугивает претендентов на свое место Этих молодых наглецов нужно осадить На этот раз его грозного вида хватило, чтобы защитить свой гарем без применения силы Он красуется перед самками Голова высоко поднята, грудь колесом Самец готов к спариванию В отличие от многих других птиц, страусы не умеют петь Вместо этого, с помощью кожистого мешка в горле, мужские особи издают гортанный крик Так они показывают, кто здесь хозяин Охотники-европейцы часто принимали этот звук за рычание льва Трюк сработал На одной из дам удалось произвести впечатление У нашего страуса из пустыни Намиб времени в обрез До начала сезона дождей нужно успеть испариться и высидеть яйца Но задача не из простых У этих птиц ухаживания могут затянуться на две недели Слегка похлопывая крыльями, самка зазывает кавалера побегать за ней по пустыне Так она проверяет его на скорость и ловкость Оба используют крылья как руль, чтобы задавать направление Во имя любви, страус готов на забег Но до финиша еще далеко Пора продемонстрировать ловкость ног Нужно использовать все свои козыри Ухажер планирует покорить сердце дамы с помощью танца Остальные обитатели Намиб наблюдают за этим зрелищным представлением А потом романтика уступает место Это суровой действительности Вырастить птенцов в опасной пустыне непросто Лишь 12% яиц из страусиной кладки дают жизнь птенцам Но и среди этих счастливчиков немногие доживают до года Чтобы не погибнуть, потомство должно появиться в конкретный период времени Когда дожди обеспечивают обилие пищи Другие птицы давно опередили страусов и уже вьют гнезда Взрослые ткачики работают вместе С помощью клюва и когтей они строят крышу для своих будущих птенцов Но они не единственные, кто обогнал здешних страусов В сотнях километрах к северу расположена другая пустыня Намибии Совершенно не похожая на Намиб Калахари Дождей не было уже 9 месяцев Температура превышает 40 градусов Здесь живет еще одна пара страусов Которая выбрала другое время для размножения Эти отец с матерью приступили к продолжению рода несколько месяцев назад Их птенцам уже больше недели Если дожди начнутся в ближайшее время То они успели как раз вовремя Если семье повезет Долины скоро зазеленеют свежей травой Но до этого времени Столь необходимые им растения, семена и насекомые Будут в дефиците Прокормить все эти голодные маленькие рты Может оказаться непросто Другая самка из Калахари Завела семью немного позже Ее птенцы еще не вылупились У страусов нет возможности свить безопасное гнездо на дереве Поэтому они откладывают яйца на земле И постоянно следят за ними Эта мать пригибается, чтобы ее не заметили хищники и другие любопытные звери Считается, что при первом признаке опасности Страусы прячут голову в песок Но это миф Самка прижимает голову и шею к земле Чтобы ее не обнаружили Или просто хочет отдохнуть Оказывается, целый день сидеть на куче огромных яиц довольно утомительно У будущей матери нет ни еды, ни воды, ни тени Но она работает не в одиночку Ее смена длится только с пяти до девяти Каждый вечер, как по часам, на ночное дежурство приходит отец Самка с облегчением офисного сотрудника Покидает свое рабочее место и отправляется на поиски воды А самец садится на яйца Мать и отец посменно высиживают свое потомство на протяжении шести недель Они заботятся друг о друге и о своей кладке Будущий папа аккуратно перекатывает яйца, чтобы желток распределялся равномерно И птенцы получали питательные вещества А потом высиживает их всю холодную пустынную ночь Днем в Калахаре жарко Но после захода солнца случаются даже заморозки Самка пытается выспаться, а самец охраняет будущее потомство до рассвета Птенцы усердно потрудились, чтобы высвободиться из горлупы Но перед отцом стал нелегкий выбор Один малыш слишком слаб Он пока не может встать Но ждать его означает подвергнуть опасности всех остальных Птенцы появляются на свет упитанными В их желудках есть желток Но его хватит только на пару дней Поэтому необходимо отправляться на поиски пищи Суровые условия Калахари не оставляют отцу выбора Страус уводит свой выводок от гнезда И помогает новому поколению сделать первые шаги Но их судьба во власти погоды Чтобы малыши выжили, необходим дождь У сурикатов свои способы выживания в пустыне Но страусята не могут самостоятельно раздобыть растения и семена И в такую засуху родители мало чем могут помочь птенцам Пока малыши роются в песке Взрослые вытягивают шею к еде повыше У страусов самая длинная шея среди пернатых Она позволяет им как дотягиваться до высоких веток деревьев Так и наклоняться к земле, не сгибая ног Эти птицы всеядны и готовы глотать что угодно Травы, семена, насекомых и даже маленьких ящериц Но, как и у всех птиц, у страусов нет зубов Пережевывать пищу нечем Поэтому в их рацион должен входить очень важный ингредиент Камни Малышам нужно научиться определять подходящий размер Камни попадают в один из трех желудков под названием мускульный Он работает как гигантская кофемолка Это одно из любимых мест для пополнения запасов камней Птенцы сейчас получают очень важный урок правильного питания Но вокруг полно опасностей Страусята беззащитны и уязвимы На них могут напасть как с неба Так и с земли А иногда самые страшные враги Это шестилапые насекомые с маленькими крылышками Страусиные кровососки Этот вид мух-кровопийц специализируется именно на страусах Они не оставляют своих жертв ни на минуту Чем теплее и суши, тем больше паразитов Этими насекомыми питаются птицы Дронго Но меньше их все равно не становится Каждый болезненный укус может занести инфекцию И вызвать недуг Особенно у самых маленьких А тем временем на юге Намибии В пустыне Намиб Температура достигает 50 градусов Наш доминантный самец Все еще не спарился Правда, в разгар дневной жары Ему важнее охладиться Птицы не потеют Поэтому страус расправляет крылья И взъерошивает перья Чтобы воздух поступал к коже А остальное тепло рассеивается Благодаря почти голой шее Оперение таит секрет выживания страуса Когда дело доходит до строительства гнезда Вся работа ложится на плечи мужчины Точнее, на ноги Он принимает необычную позу Скребет лапами землю И выкапывает неглубокую ямку Страус спаривается с несколькими партнершами Но гнездится только с одной И она точно знает Куда хочет отложить свои драгоценные яйца По расчетам страуса из Намиб Дожди начнутся позже, чем думают его сородичи из Калахари У тех птенцы вывелись уже давно А эта самка только сейчас начинает откладывать яйца Она главная в гареме Иными словами, доминантная самка У страусов самые большие яйца среди птиц Они весят около двух килограммов А по размеру в двадцать раз превышают куриные В последующей неделе самка будет откладывать по одному через день Настоящая мать-геройня Интересно, что у страусов самые крупные яйца среди пернатых Но по отношению к массе тела самки Они наоборот, самые маленькие Остальные члены гарема в пустыне Намиб Собираются вокруг гнезда доминантной самки Они планируют отложить туда свои яйца Подкидывают свое потомство другой птице Почти как кукушки Но в их поведении нет ничего подлого Главная страусиха прекрасно знает, что происходит И всячески это поощряет В конечном итоге в ее гнезде накопится более двадцати яиц Ученые долго пытались понять, в чем причина такой щедрости Но потом выяснили, что доминантная самка на самом деле очень хитрая птица Таким образом она пытается защитить собственные яйца Белый цвет скорлупы отражает безжалостные солнечные лучи И защищает будущих птенцов от перегрева Но с другой стороны Из-за яркой расцветки их легко заметить издалека Страусиха знает, что ее кладка уязвима и скоро привлечет хищников И готовится к этому заранее Она узнает свои яйца, возможно, по фактуре скорлупы И перемещает их в центр гнезда И как раз вовремя Приближается чепрачный шакал Сначала самка пытается разыграть удивительную сцену Ставя под удар собственную жизнь Она притворяется раненой и слабой В надежде, что хищник отвлечется от гнезда И начнет преследовать ее Но шакал ей не поверил А тем временем подоспел еще один Кладка в опасности И тут срабатывает запасной план Вот когда проявляется гениальность ее необычного поведения Страусиха сложила свои драгоценные яйца в центре А чужие выкатила из гнезда, готовясь принести их в жертву Именно на них хищники наткнутся первыми Если приманки больше не понадобятся Самка продолжит высиживать все яйца И заботится о каждом, как о своем собственном Вот такую хитрую, сложную и неповторимую сделку придумала природа А на севере страны, в пустыне Калахария, наступил рассвет Тучи уже собираются, но дожди еще не начались Усталому семейству страусов посчастливилось найти последние цветы акации этого года Отец может дотянуться до нескольких, но птенцам почти ничего не досталось Они начинают отчаиваться Голова семейства ждет, пока небеса разразятся дождем Но ни на секунду не спускает глаз с потомства Крупный боевой орел кружит в небе в поисках добычи Для этого мощного охотника птенец стал бы легкой и вкусной добычей Мангуст тоже надеется раздобыть лакомый кусочек Но хищники не самая большая проблема Малыши вылупились 15 дней назад Их запасы желтка давно исчерпались Слабые и уставшие, они едва стоят на ногах Днем солнце испаряет последние остатки влаги с уже и так выжженной земли Чтобы выжить, птенцы питаются опавшими листьями Каждый день им приходится двигаться дальше в поисках новых источников пищи Они получают так мало питательных веществ, что долго не продержатся Выбирая время для спаривания, отец рассчитывал, что дожди начнутся как раз тогда, когда вылупятся птенцы И пищи будет в изобилии Но он ошибся Для его потомства сезон дождей начнется слишком поздно Малыши не переживут еще один день в Калахаре К утру они все погибнут Страусиная пара из Намиб решила, что дожди начнутся не так скоро И приступила к спариванию на месяц позже, чем их сородичи из Калахари Здесь жизнь только начинается Потребовалось три недели, чтобы отложить эту кладку И еще шесть, чтобы высидеть яйца Мать с отцом дежурили круглосуточно, без гарантии, что тяжкий труд принесет плоды Но ожидание наконец окончено Птенцы вылупляются, а родители съедают их скорлупу В ней много кальция, и таким образом ветер не донесет запах малышей до хищников Страусята из Калахари погибли, не дождавшись дождей Теперь борьба за жизнь предстоит малышам из Намиб Они уже размером с курицу И в первый год каждый месяц будут подрастать примерно на 25 сантиметров Но самыми крупными птицами в мире эти птенцы станут не скоро Помимо хищников и засухи, их подстерегает еще одна неожиданная опасность Сородичи Эти хулиганы – молодые страусы без собственного потомства Но это не шутки Они могут заклевать малышей до смерти Такое поведение остается загадкой Неизвестно, почему взрослые особи так поступают И почему родители не пытаются им помешать Но птенцы скоро научатся избегать опасности Это суровая школа жизни Правда, подрастающее поколение ждут и более приятные уроки Сегодня родители покажут отпрыском, как принимать пылевую ванну Она помогает сохранить перья пушистыми и защищает кожу от паразитов Но и это еще не все После гигиенических процедур у них тренировка Страусам нужно поддерживать звание самых быстро бегающих пернатых в мире Нелетающие птицы должны быть способны убежать от врагов Отец с матерью показывают своему потомству Один из последних водопоев, оставшихся в Намеп Страусов сравнивают с верблюдами Так как они могут обходиться без воды несколько дней Но добравшись до источника, птицы пьют взахлеб Обычно большая часть жидкости поступает в их организм с едой Но сейчас ее крайне мало Птенцам все еще грозит та же участь, которая постигла их собратьев из Калахари После долгих месяцев засухи в Намеп Наконец пошел дождь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна молодая и неопытная пара родителей выбрала неправильное место для гнезда Вода затопила его и уничтожила яйца Страусы отчаянно пытаются что-то предпринять Но уже слишком поздно Но нашей семье живительная влага поможет сохранить потомство Ливни приносят обилие свежей травы Засушливые долины меняются на глазах Расти в такой суровой местности будет непросто Но пока этим малышам везет Вылупившись Птенцы весили примерно полкилограмма Через шесть месяцев Они станут в сто раз тяжелее И в десять раз выше А сейчас настало время Для их первой настоящей ванны На этот раз не пылевой Первые страусы появились в этих местах В песках миллионы лет назад И с тех пор эти птицы сталкивались с множеством трудностей Палящим солнцем Нехваткой влаги Опасными хищниками Но самая сложная их задача Правильно выбрать время для размножения Все упирается в сроки На кону стоит жизнь На спаривание и высиживание яиц Требуется почти сто дней Страусы из Калахари поспешили И их птенцы заплатили за это Самую высокую цену Но одна пара из нами Сумела подгадать нужный момент И была щедро вознаграждена Эти малыши выжили Чтобы стать следующим поколением Самых необычных птиц в мире Программа озвучена на студии Велес Текст читал Станислав Войнич Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok